В лютую февральскую стужу, последний день зимы, мы сегодня будем вспоминать о Боттепеле. В этом замечательном времени, когда снимали гениальные картины, писали живописные шедевры и даже в быту, в быту тоже все было прекрасно. Ой, не знаю, я в то время не жил, но выставка действительно очень интересная в поисках современного стиля. Она не переносит нас в 50-е, никакой ностальгии нет, но она дает то представление об искусстве, которое тогда было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В известной банальной сентенции о том, что красота спасет мир, здесь новое содержание мы находим на выставке, потому что дизайн, вроде бы искусство второго сорта, второго плана, в действительности и преображает мир по законам прекрасного. А если ты живешь в мире, где есть такая мебель, такие кресла, такие платья у твоей жены девушки, то в этом мире жить замечательно, так? Да, это точно, потому что это тот первый видимый пласт. Но я хочу еще вот что сказать, уникально состроенная экспозиция, просто потрясающе сделана, поэтому высочайшее мастерство кураторов и выставка действительно абсолютно не похожа ни на какие московские выставки и интересно представленные работы. Приходите обязательно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Можно ли сказать, что вот именно из этого искусства, из этого какого-то удивительного периода, когда в оттепле открылись новые возможности, видение новое, и выросло все современное искусство в Ленинграде, Петербурге? Мне кажется, это, наверное, скорее выставка о том, может быть, чего не хватает нашему современному искусству, именно такого единства, стиля, какой-то особой общности, приемов, форм. Нынешнее же искусство не так много заботится о плане такой материальной реализации. Наша выставка абсолютно такая формалистическая, вот этим она отличается от выставок московских. Ну вот неожиданно, так сказать, оттепель оказалась, по крайней мере, в прошлом году в такой большой моде. Взяли такой, ну, может быть, локальный момент этого искусства и попытались проследить вот именно как художники этого времени сознательно, неосознанно, под влиянием, так сказать, просто вот какого-то воздуха времени, они вот искали этот особый современный стиль, по-особому такой легкий, лаконичный, геометризованный, главное, свободный. То есть это очень молодой стиль, вот у своей энергии какому-то даже, такому вот задору и легкости, но его во многом делали совсем не самые молодые художники – Владимир Стерлигов и Павел Кондратьев, Борис Ермолаев и Александр Ведерников. В принципе, это художники 30-х годов, но вот почти у всех у них в конце 50-х, в начале 60-х вот наступило какое-то новое дыхание, то есть с одной стороны они помнили о своем вот этом формалистическом прошлом, которое оказалось, ну, как-то там задавлено, скажем, да, вот следующими годами, вот, ну, то есть они и 20-х, и 30-х, ну, вот 40-ми, 50-ми, когда о форме вообще не думали, не говорили. И вот, можно сказать, они, наверное, даже шли в авангарде, вот в такой части, где у нас представлено в основном предметное искусство, вот очень много белых вас Липорской такой совершенной формы, Липорской ученицы Малевича. Есть какие-то очень интересные вещи, есть художники такие, чётко укушенные, там, такими авангардом тронутые, такие русским, да, ну, какие-то конкретные, то есть есть какие-то конкретные реплики, такие выносы. Это период ленинградской школы, такое, то, что называется ленинградским прессионизмом. Ну, занятна вся эта история, мне немножко не хватает размаха, но вообще я понимаю, насколько сложно это всё было скомбинировать. Это выставка, которая требует того, чтобы её смотрели, прям смотрели, её нужно смотреть очень внимательно. Вот есть такая традиционная петербургская тоже история, опять же, у нас как социальная жизнь, она здесь, её не существует, здесь есть как бы верхний пласт визуальной культуры, а как бы вот идея бытийственности, да, и какой-то вот жизни itself, как бы её здесь не очень видно. Петербург, он вообще как бы провизуальный, но иногда немножко не хватает, хочется копнуть чуть-чуть глубже, что стояло за вот всем этим таким прекрасным постболхаусовским декором. Много очень работ, связанных, ну, с дизайном, что называется. Этот дизайн, ну, смотришь, и кажется, что он не был реализован. А вдруг сейчас этот вот ленинградский стиль станет популярным или не станет? Сложно сказать, мне кажется, что мы идём по такому пути немножко другому. Сейчас всё-таки дизайн поменял направление, то есть, если говорить, вот этот дизайн, это, конечно, всё последствия Баухауса и его реформы, всё равно так или иначе, эта вся история, она, ну, там, будучи сильно связана с русским конструктивизмом и авангардом, она, конечно, проникла во все слои, даже в достаточно закрытый Советский Союз. Мне кажется, в этой выставке, если в московской выставке была какая-то политика, вот теперь, то в этой выставке совершенно нет политики. У нас никогда нет политики. У нас такое впечатление, что мы живём в своей башне Петербурга. Это город, который находится наверху самой башни Слоновой Кости. И нам там совершенно прекрасно. Мы совершенно не хотим знать ни про какую политику, господи, о чём бы. КОНЕЦ КОНЕЦ Атон, каково это вообще видеть произведения вашего деда в музее? Ну, мне приятно, что они здесь присутствуют. Ну, здесь, на самом деле, такая буддийская композиция. Созерцание природы просто очень лаконично. Это вода и небо. Соответственно, это как бы финский залив наблюдается. И как бы в этой композиции, вот, которая была напечатана в 65-м году по всей России, вот, Петербург, вот, кораблик Адмиралтейства. Соответственно, это Ленинград, музыкальное искусство, которое печаталось в Москве и в Ленинграде, вот. Для того времени это большое новаторство, что здесь в таком минимализме зашифрована такая вот философия. Этот заказ могли не допустить до печати, потому что очень минимализированная композиция. Мастера того времени и славились таким минимализмом промежуток после войны. И вот эти мастера, которые взяли Ленинградскую школу послевоенную, это вот Марк Петров, Игорь Аминин. Как бы основные такие мэтры того времени, которые сделали дизайн вообще послевоенный. Соответственно, очень красивый, минималистичный, внятный. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ